Ну понятно, как все творческие люди, опаздывает, назначила встречу здесь с музыкантом из Крыма, который уже давненько прописался в Санкт-Петербурге, зовут его Гриша Ванюшкин, человек очень интересный, многогранный, талантливый, так что, друзья, давайте посмотрим на Питер его глазами, а вот и Гриша, Гриша, привет! Наконец-то, я тебя уже заждалась. Я тоже, я бежал со всех ног. Ну все, пойдем. Ты гитару взял? Взял, взял, я взял гитару, да, мы договаривались. Ну все, отлично. Гриш, ну рассказывай, как твои дела, скучаешь ли по Крыму? Да, скучаю, очень сильно. Но поскольку я небольшой фанат ностальгических чувств, я не обращаю на это внимания. И мы находимся в одном из самых милых мест Петербурга, в его центре. Идем мы по мосту, который маленький достаточно, и находится он недалеко от Казанского собора, от Спаса на Крови, в общем, от Невского проспекта. Почему вообще ты решил из солнечного Крыма перебраться, конечно, в прекрасный, но дождливый и туманный Петербург? Я просто придумал, что я хочу себе сюда перебраться. То есть были какие-то факты в моей жизни, которые заставили меня верить в то, что здесь классно. Мне уже хочется быть частью этого города, потому что я... Ну, мне хочется быть таким же красивым, как он, как этот город. Ну, потому что он может делать с людьми какие-то невероятные вещи своей энергетикой. Да. Ну вот некоторые считают, что здесь достаточно тяжелая энергетика, там, депрессивная. Тот же Достоевский, если взять его романы и так далее. Ты как к этому относишься? Я считаю, что здесь супер депрессивная энергетика, супер тяжелое все, но если человек в состоянии взять на себя ответственность за происходящее с ним, и в этой депрессии не позволять ей брать верх над собой, а искать огонь, который эту депрессию сжигает, и нести его другим людям, которых здесь очень много, то получается, ну, супер микс. И здесь вдохновляет абсолютно все. Архитектура, театры, музыка. Куда ни посмотришь, везде красота. Мне кажется, здесь особенно приятно что-то создавать. Вот как у тебя? Стало больше песен, стало больше выступлений, может быть? Ну, конечно, здесь очень приятная творческая атмосфера, располагающая к тому, чтобы не закостенеть ни в каком смысле, потому что, ну, очень много разных тусовок и очень много разных взглядов на жизнь у всех, ну, у людей, и можно легко найти каких-то, которые тебе близки. Здесь такая свобода, да, которая в творческом смысле. Гриш, посоветуй какие-то места, свой такой топ-лист, куда, если ты приезжаешь в Петербург, тебе нужно обязательно отправиться. Да, ну, у вас обязательно должны быть друзья, у которых вы можете переночевать. Ну, вот есть такой один. Один? Это мало. Хотя бы три таких друга должно быть, чтобы менять дислокацию раз в три, ну, сутки через трое, понимаешь? Да, это такой средний норматив здесь. Так, ну, хорошо, подружились мы с петербуржцами дальше. Для меня, например, любимые места в Петербурге – это мосты, потому что, когда смотришь на этот простор над водой, на эту широченную Неву, и на то, как красиво едут машины вдоль набережных, светятся красивыми огоньками все дома, волей-неволей думаешь, как высоко залетел горный орул человеческого дарования, и как хорошо мы все живем. Все места, они обладают своей петербургской магией здесь совершенно. Но, если вы приедете сюда, и вам нужно прогуляться по-человечески, и вы сходите на колонну Исаакиевского собора, потом пройдите через мост, выйдите на эту несчастную Петропавловскую крепость, куда все ходят. Там, если у вас есть возможность, позагорайте на пляже с моржами, они там почти всегда говорят, хотя я ни разу не видел, кроме лета. Ну, потом вернитесь обратно по мосту, выйдите на Марсовом поле, на Марсовом поле ощутите бесконечность происходящего, и потом мимо Михайловского замка сверните на Пестеля, пройдите по Пестеля до церквушки, там, куда Бродский прятался в бомбоубежище, потом на Маховую, где здесь гранит академия, и потом возвращайтесь в центр, и отсюда уже садитесь в свой метро и едьте на окраину в свой хостел. У тебя было желание стать уличным музыкантом? Ну, вот, нет, желания не было, но пришлось. Когда предложили интересный вариант, мы вписались в это. У нас наш друг предложил, давайте возьмем пианино в дар, привезем его на Грибоедово, и вы будете играть, а мы снимем это для нашего блога. И мы спросили, зачем, он сказал, потому что сейчас нельзя уличным музыкантом быть, а мы попробуем, чтобы в городе разрешили, в культурном городе разрешили вот уличным музыкантам играть. Мы стали играть, ребята сняли фоторепортаж. Суть в том, что действительно разрешили в Петербурге уличным музыкантам выступать, без всяких лицензий, без того, чтобы их гоняла полиция. Вот так, пожалуйста, берите и играйте. И ты внес свой вклад в это дело, получается. Я очень, очень с собой горжусь, но еще это привело к тому, что на улицах города появились действительно интересного формата коллектива. Сколько можно заработать в центре Санкт-Петербурга, играя что-нибудь, исполняя? За две недели летом здесь можно заработать порядка 30 тысяч рублей. Не могу тебя не попросить, что ты здесь спеть, исполнить, но потому что здесь слишком красиво. Еще если будет твоя музыка, то это будет просто идеально. Как называется песня? Песня называется «Осень». Очень тематический. Очень, конечно. «Осень пришла, и милый друг, ты одеваешь шарф и накрывай плащом, И горит в нашем сердце огонь. Я грею на нем ладонь. Я прямо расчувствовалась, Гриша. Что ты делаешь? Гриша, спасибо тебе большое за такой импровизированный концерт. Мы очень любим твое творчество и ждем тебя всегда в Крыму, в твоей розни. Так что приезжай почаще». Спасибо. Мне очень было приятно все это. И особенно мне приятно, что я уже должен идти к своей Нелле, которая меня ждет здесь, в Петербурге. Каждый раз, когда я к ней иду, я иду как в первый раз. Так что пора мне, так сказать, вдохновиться происходящим. Пока. Все, все, ушел, понимаете. Ну, это в порядке вещей, творческих людей. И что я вам хочу сказать, друзья. Питер, это, конечно, хорошо, но я поняла, что Гриша отсюда никогда не уедет, потому что здесь живет его самая главная муза, Нелли. Она невероятно красивая, бесконечно талантливая и очень популярная. Певица Валерия с гастролями в Крыму. Вы не устали отвечать на вопрос, как вам так потрясающе удается выглядеть в 30, я хотела сказать, в 50 лет? Вот так? Ой, мамочки, как вы это делаете? Мы с вами приглашены не только на концерт, но и за его кулисы. Итальянские страсти с грузинским акцентом. Пьесу Карла Гальдони «Кьоджинские перепалки» на сцене Севастопольского театра имени Луначарского поставил режиссер из Грузии Георгий Цнабеладзе. Вы меня приглашаете в лодку? Я приглашу, если. Ну, спасибо большое. Знаете, я никогда не писала интервью в лодке, если честно. Она на основе настоящей лодки. То есть там под ней действительно есть лодка, это действительно плавучее средство. Это фантастика на самом деле. 30 ноября на сцене Международного детского театра «Золотой ключик» спектакль «Родственные души» по мотивам рассказов писателя о Генри в постановке режиссера Андрея Пермякова. Дух американского черно-белого кино стал отправной точкой в художественном решении и воплощении образов. Грим, костюмы, прически – все будет так или иначе отсылать зрителей в романтическую эпоху, когда вместо тысячи слов за артистов говорили выразительные жесты, позы, глаза и события. Начало спектакля в 19.00. 1 декабря на этой же сцене спектакль «Собака». Постановка о военной жизни грузинского села, увиденной глазами мальчика. О ценности человечности и о ситуациях, в которых легко эту человечность утратить. Постановка вместила в себя горы, небо, природу Грузии, песни и характер народа. Она дает урок доброты, понимания, всепрощения и любви, научиться которым можно только у собак. 1 декабря на сцене театра имени Чехова состоится концерт Академического симфонического оркестра Крымской государственной филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств Александра Долинского. Начало 18.00. Постановка «Орфей и Эвредика» вошла в книгу рекордов Гиннеса как фаворит зрительских симпатий. Свою трактовку легендарной истории предлагает главный режиссер музыкального театра Республики Крым Владимир Косов. По сюжету «Орфей» – певец, гений, жаждущий славы и признания, покидает возлюбленную и не замечает, как распродает свой дар. Без Эвредики, идеала красоты и гармонии, символа творческого начала в его жизни, певец беззащитен и бездарен. Начало спектакля 18.30. 30 ноября на сцене Севастопольского театра имени Луначарского спектакль «Мастер и Маргарита». Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей верной вечной любви? Нет человека, которому не была бы известна эта крылатая фраза Михаила Булгакова. Как и нет того, кто хотя бы раз в жизни не открывал для себя таинственную вселенную одного из самых загадочных романов 20 века. В театральной версии романа есть все, чтобы удержать интерес и внимание зрителей. Создатели даже воплотили на сцене полет Маргариты. Начало спектакля 18.30. 1 декабря на этой же сцене спектакль «Чайка». Интересно, что именно в Севастополе эту пьесу с триумфом в присутствии самого Чехова показала на гастролях молодая труппа Московского художественного театра под руководством Станиславского. В современной версии постановки режиссер Григорий Лифанов делает акцент на взаимоотношениях отцов и детей. Зрители, словно добрые соседи, наблюдают все жизненные перипетии семейства знаменитой актрисы Аркадиной, видя, как далеко готов порой зайти человек в стремлении доказать свое право на любовь. Начало спектакля 18.30. Редактор субтитров А.Семкин